Всё, здравствуйте, меня зовут Саша, и сегодня у меня в гостях очаровательная, неподвижаемая моя жена Александра. Привет! Сегодня я решила запустить новый сегмент на моём канале, если это можно так назвать. Если он вам понравится, обязательно пишите внизу в комментариях, я буду снимать его с другими людьми. Сегодня мы будем обсуждать фильмы, вернее, я буду называть Саше какой-нибудь жанр фильма, она будет говорить любимый свой фильм этого жанра, и говорить, почему он ей нравится. Надеюсь, это будет интересно и как-то познавательно, и, возможно, даже полезно. И я пока не знаю, как назвать подобные ролики, поэтому, если у вас есть идея, то I'm waiting for it below. Пишите. Давайте начнём, если вам интересно, оставайтесь с нами, и поехали. Начать хочу с комедии. Саша, какая твоя любимая комедия? Я редко смотрю комедии. Я, если хочу посмеяться, то я смотрю ситкомы, хотя, если только это не ситком BBC, потому что в конце они замутят такую боль, что... На английском этот фильм называется What do we do in shadows? Что перевели как реальный упырьих. Этот фильм мне посоветовали Тоня и Богдан, видите, я смотрю, что вы мне советуете. Фильм ужасов и комедия, ну там не страшно, там просто очень классные шутки, и там правда смешно. Драмы. Я очень люблю драмы. Ну, если выделять какие-то любимые прям фильмы, то, наверное, их будет два. И это фильм Грязь с Джеймсом МакЭвэем. Это просто мой любимый актер. В жанрах триллер и драма. Ну, как бы я думаю, что он больше драматичный, но психологически очень. После него, правда, кажется, что ты искупался в грязи, потому что... Ну, он такой и должен был быть. Мне ужасно понравился фильм, который я посмотрела, наверное... Ну, я давно его смотрела. Это Хорошо быть тихоней. Такой прекрасный фильм. Там классные песни. Это такой потрясающий фильм. Я... И песни там классные. А с Румитлер там, знаете. Это фильм, который... Ну, толкнет на какие-то размышления, но они не нагрузят вас сильно. А, 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 еще одна драма, которую я просто не могу не упомянуть. Любей своих любимых. Фильм про бит поколение и про... Если вы любите литературу особенно, если вам интересны какие-то такие необычные мысли и очень интересные личности. Это про реальных людей, которые, правда, жили, и про их довольно сложные судьбы. И так, следующий жанр, это ужасы. Прочь. Вот Прочь, который... Я так хочу его посмотреть. Вышли недавно. Меня не пугают фильмы ужасов. Ну, правда, не пугают. Меня больше пугают какие-то психологические вещи. Прочь, он вышел недавно, и его все очень форсили. То есть в Твиттере все английские блогеры, которые уже его посмотрели, говорили, типа, Get out, get out, get out, get out. И я просто... У меня были такие завышенные ожидания. Я боялась, что у меня не оправдаются ожидания, и я буду расстроена после сеанса. Оправдайся. Вот прям он интересный, и он держит именно не на бу-моментах, а на напряжении на самом, на этой атмосфере. Кто-нибудь, кто не смотрел Get out, сходите со мной на этот фильм, пожалуйста. Я очень хочу его посмотреть. Триллер. Сложно выделить какой-то триллер, потому что они, опять же, идут часто... Ну, как бы, знаете, жанр. Триллер, драма. Убийство своих любимых это триллер тоже. Ну, в плане Гугл выдает, что это триллер. Наверняка, знаешь, после видео вспомню кучу просто триллеров, которые я люблю. Саша будет смотреть видео и такой... Да, я все же не назвать. Так что... Их назовут другие люди, если мы продолжим этот сегмент на моем канале. Да, я буду смотреть твои остальные видео по этому сегменту и просто кричать, почему я не сказала это? Продолжим. Мелодрамы. Мелодрамы? Мне нравятся мелодрамы, которые не сопливые такие мелодрамы. Мне очень понравилось два фильма «500 дней лета». Прекраснейший фильм, просто прекраснейший фильм. Там Зои Де Шанель, Гордон Левитт, просто... У них там классные шутки, и там очень непредсказуемая концовка. Ну, то есть, он заканчивается не так, как все мелодрамы. Он заканчивается очень интересно. Правда, классный, после него вам будет... Тепло. Тепло, да, правда, тепло. Вторая мелодрама ревела над ней просто. Опять фильм с потрясающим Джеймисом МакЭвэем, который называется «Искупление». События происходят, когда начинается... Вот тут я не помню, то ли Первая мировая война, то ли Вторая мировая война. Там, вот знаете, идет первая половина фильма, это то, что до войны, и там идет история любви. Я не буду рассказывать сюжет, потому что сюжет содержит спойнеры. Там тоже весьма непредсказуемая концовка. Потрясающий фильм, потому что он очень... он грустный, но он, знаете, грустный, опять же, не по этим клише. В один момент я просто поставила на паузу, потому что я просто не могла смотреть дальше, мне было очень тяжело. Но это определенно стоит просмотра. Саша любимый жанр. Я очень боюсь, что сейчас все будет очень плохо. Мюзикл. Я настолько мюзикл-нёрд. Господи, я обожаю мюзиклы. Большая половина мюзиклов, которые я люблю, их еще не сняли, как бы, фильм. Есть только на сцене постановка, то есть Гамильтон, который я просто год мечтаю посмотреть, но там в Лондоне все билеты скуплены на год вперед. Другой Эван Хансен, который... мне физически больно слушать песни оттуда. Я могу очень долго говорить о мюзиклах. Я... Ну, вы такие самые прям... Прям вот... Самые-самые. Если именно брать фильмы, мюзиклы, которые... То это отверженные, разумеется. У меня есть подруга, Яна, привет, которая такой же мюзикл-нёрд, как я. Она особо не плачет на фильмах, но она ревела на отверженных, как она мне сказала. Просто потрясающий фильм, он очень эмоциональный, он очень глубокий такой, и я думаю, ну, кто-то читал, возможно, Гюл Гог. Потом, я, наверное, три фильма выделю. Второй это... я не знаю, как его нарус... Кому это... Funny Girl с Барбарой Стрейзен. Барбара Стрейзен, это, ну, кто-то, кто... Я люблю Барбар Стрейзен. Такой, знаете, классический мюзикл, когда цель есть, и человек идет к этой цели. Третий, как вышел недавно, взорвал почти весь Оскар, это La La Land. Да, да. Потому что La La Land это прекрасно. Я после него ходила и просто пела City of Stars, наверное, 24 на 7. Я пела City of Stars в выступлении в театральное, и это не прокасило. Я пела Don't Train on My Parade в выступлении в театральное, и это прокатило. Детектив. У, ну, я, опять же, чаще всего я смотрю детективные сериалы. Я помню, в детстве я обожала Розовую Пантеру. Ну, это как бы детектив и комедия, и там сразу понятно, кто кого убил, но это забавно. Так что, наверное, пусть будет Розовая Пантера. Это такие, знаете, теплые воспоминания. Комиксы. Давай, Marvel или DC? Marvel. Люди Икс. Потому что, опять же, Джеймс Макэвич. Чарльз Ксавье, мой любимый персонаж всех времен и народов, и, господи, как же я ревела на Логане. Вообще, серия Люди Икс, это прекрасная. И еще один, кстати, фильм по комиксам, который очень много кто портил. Скотт Пилигрим против всех. О! Это прекрасный фильм. Он, кстати, мне очень хорошо. Я смотрела его, когда мы летели в Канаду. Богдан, он спал, он, я помню, периодически просыпался и такой, о, Скотт Пилигрим. Он очень динамичный. Вот динамика там прям клевая. И Майкл Сара. Как я могла забыть Kingsman? Это же потрясающий фильм, господи. В сентябре новая часть. Я думаю, что я буду просто наполубиться в конвульсии. Если вы кто-то не смотрел Kingsman, просто сделайте, знаете что? Забейте сцену в церкви. Сцена в церкви, это просто вау. Это все снято одним кадром. Боевик. Если есть какой-то не в Марвуске, не в DC-сюшен боевик. Я любила неудержимых, но типа сейчас уже нет, я вообще не смотрю боевики. Фэнтези. Я скажу, Гарри Поттер и буду очень банальным, да? Да, но поскольку это перевыпуск, еще никто такого не говорил, то можно. Ну как бы, камон, Гарри Поттер это что-то, что мы все смотрели, это что-то, что мы все любим и что мы все знаем. Это, знаете, такой ветерок из детства, который... Я хотела красиво поговорить. Научная фантастика. Вот эта книга, которая, будь по прохладнее, которую я заказала на Амазоне, пожалуйста, пришлите мне ее уже. Она тоже научная фантастика. И по ней, кстати, есть мюзикл. Если вспоминать о фильмах научной фантастики, например... Автостоп по галактике. У меня даже слов нет, потому что это такая потрясающая книга, она как бы легкая. И фильм тоже смешная очень, персонажи очень классные, но она наталкивает на серьезные мысли. Следующие две категории я решила отнести к отдельным жанрам. Очень редко люди называют... Ну, во все случае, в моем окружении люди редко любят русские фильмы и советские фильмы, поэтому их вспоминаю, Саша, есть ли у тебя любимый советский фильм? Москва слезам не верит. Меня назвали в честь персонажа этого фильма, меня назвали в честь... Да? Да, серьезно? Мы недавно видели Меньшова на Тверской, но я не знала, как его запах на тот момент, и я очень расстроилась, и он сказал, что ты могла подойти и сказать, что в честь этой песни тебя вообще назвали. Тоже в честь песни? Да! И меня в честь песня! Почему? Мы никогда не говорили об этом. Я обожаю фильм Иван Васильевич Медпрофессию. У меня дедушка так клево песни оттуда пел, что я прям... Я хотела перейти на поступление песню. Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Вот Иван Васильевич Медпрофессию, наверное, все-таки любимый. Русский фильм. Ученик. Все хорошие фильмы, их почти никто не смотрит. То есть у нас есть Звягинцев, которого номинируют на Канны просто там каждые два года. У нас есть прекрасный Серебренников. Кирилл. Много, на самом деле, хороших режиссеров. У нас просто никто не смотрит эти фильмы, никто о них не говорит. Есть пьеса «Ученик». И там, знаете, как называется? М в скобках. Ученик. И как бы мученик-ученик. Я даже не знаю, как это, ну, объяснить, кто в этом фильме и о чем он. Потому что его надо, правда, посмотреть. Возможно, вы его не сразу, как бы, прочувствуете, но он хороший. И там очень забавный сюжет получается. И мне еще очень понравилось «Время первых». Ну, он в конце затянутый. Да, чуть-чуть затянутый. Но хорошие там, очень красивые кадры. Там прекрасно играют актеры. И там вот моменты, я думала, что я заплачу. «I cry at every film I see». Это когда он дочку поднимал. Сериал. Ты знаешь, не то, что понравилось, что это сериал, но вот прям какой-нибудь. Ну, вообще, никто не удивится, потому что Глин очень помог поверить в свои силы. Один персонаж говорит такую фразу. Она звучит весьма так банально, но на самом деле, если вдуматься, она хорошая. «Неразбитые мечты убивают нас за то, что мы не позволяем себе мечтать». Такая прям семья, что ли, такое семейное чувство. И все поют. Сериал, с которым у меня началось вообще увлечение сериалами, это «Доктор Кто». Благодарна бесконечно этому сериалу за все то, что он мне дал, потому что он тоже научил во что-то верить. Последнее на сегодня, это не фильм, и даже не сериал, а просто как такой, я не знаю, бонус. Я просто очень хотела, чтобы все мои гости в конце выпуска поговорили о своей любимой песне на данный момент. Именно на данный момент. На 17 июня 2017 года. На данный момент песня, которую я наиболее часто слушаю, которая, ну, как бы, моя любимая, наверное, это песня «You Will Be Found». Она прекрасная, послушайте ее, пожалуйста, почитайте текст, потому что, возможно, вам сейчас это именно и надо услышать. Все фильмы, все сериалы, все песни не поназовешь. Ищите что-то новое для себя, вдохновляйтесь. А если найдете, то я буду снимать еще такие выпуски. Спасибо за просмотр, все ссылки на социальные сети будут внизу в описании, и очень надеемся, что вам понравилось это видео, и всем пока!